Всем привет! Сегодня я нахожусь в замечательном и новом месте. Это бельгийский паб Notreville. Здесь вы можете насладиться сортами лучшего бельгийского пива, а также попробовать бельгийские вафли, уголки Бизова и Горького. С 28 мая во всех кинотеатрах нашего города премьера фильма «Разлом Сан-Андреа» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Некогда объяснять. Вам надо выбираться. И немедленно. Если это происходит здесь, в Калифорнии, вы почувствуете это и на Восточном побережье. Всем вниз! С 28 мая по 14 июля в наш город приехал цирк Шапито Империал. Будет очень смешно и весело. Приходите! 31 мая в 18.00 в Национальном театре оперы и балета будет премьера оперы «Кармен». Вот и заканчивается весна и наступает долгожданное лето. Клуб 49 и продюсерский центр «Звук» организуют вечеринку «Здравствуй, лето». На ней будут выступать диджей Рома Бергер и диджей Кисаев. Будет очень весело. Приходите! Ну а по воскресеньям будет выступать диджей Вога. Вход к девушкам до 23.00 бесплатный. В субботу в арт-клубе «Инфинити» будет выступление группы «Илли Нойс». Ребята зарядят вас позитивом и положительными эмоциями. Сегодня в гостях у видеофиши наша великолепная оперная дива Ирина Готова, больше известная как «Амага Готти». Привет, Ирина! Здравствуйте! Первый вопрос такой. Как вообще вы связались с оперой? Это мечта с детства? Я бы не сказала, что это мечта с детства. Я в детстве увлекалась рок-музыкой. Я любила западных исполнителей. Black Sabbath, Osberg. В таком направлении, когда, наверное, уже повзрослела, уже очень изучала порвежную литературу, углубилась в скандинавский эпос. И как-то вот хотела попробовать себя стать певицей. Но так как я поступила на вокальном отделении, был очень большой конкурс. Я поступила в колледж имени Валерия Бесаловича Герьгиева в класс уже известнейшего преподавателя Мельхистановой. Ну, первый, второй курс. Я, кстати, взяли сразу на второй курс. Вот. Ну, я как бы пока адаптировалась в стенах училища. Как-то ученики уже, которые заявили себе очень громко в мире локального оперного искусства, они как-то служили для меня примером. Вот. Это была Джоева Вероника. Пора стать с Усланов в Санкт-Петербурге сейчас поет. Они пели блестяще. Вот как-то они меня вдохновляли. И я была очень упертая, очень телеустремленная. И как бы уже третьему курсу я задумывалась серьезно, что она вот классическая музыка, оперная музыка заняться. В общем, потом, никогда я в рамках училища не считалась звездой, так называемой, но любила очень работать. В общем, я себе попробовала, поступила в Астраханскую консерваторию с отличием. И через полтора года я поняла, что вот здесь, в консерваторию, ничего-то не хватает. И решила перевестись и по семейным обстоятельствам Московского академии. Конечно, было очень сложно учиться, как студентам. Приходилось и работать. В Москве все-таки для нашего города. Да, очень сложно. И посещала театры, ходила на спектакли. Вот как-то мне было очень интересно. И вдруг, как бы, известные музыкальные оперные критики давали очень высокую рекомендацию. Но я пока в это не верила, что я могу быть оперной певицей, потому что это адский труд. Это очень большой труд. Оперный жанр – это очень сложный жанр. Это совокупность всех жанров. Там и архитектура, там и живопись, там и режиссура. Все-все-все-все. И музыка, и надо знать историю. И, в общем, надо быть очень интеллектуальным человеком, чтобы быть хорошей певицей. Читать очень много, конечно, работать над собой. Вот. И поэтому из ста студентов, которые учатся в вузах, ну, два-три человека могут быть на большой сцене. Вот. Это как в большом спорте, да. Да. Усиленные тренировки, хороший тренер. И ты уже и, как бы, саможелание. И вот ты уже, как бы, делаешь какие-то серьезные шаги. Вот сейчас происходит такой некий отток молодежи. Все едут в Москву, в Питер за лучшей жизнью, за какими-то перспективами, что ли. То ли не видят их здесь, то ли… Как это можно объяснить, вот, с вашей точки зрения? Ну, почему я попала в Москву? Потому что у меня, мое образование, что моя база вот такая вокальная, она была очень сильная. После этой базы я могла любой из них поступить. Вот. Я, конечно, не хотела уезжать из Осетии, потому что все равно здесь родители, здесь мои друзья, родственники. Я здесь привыкла, это мой климат, это все мое родное. Но куда мне поступать? На жене-то консерватории. Да. А чтобы петь на сцене, потом преподавать и передавать свое мастерство другому поколению, для этого, на мячи, да, что нужно для музыкантов, мы должны здесь открыть консерваторию. А театр есть. Поэтому, когда мы уезжаем, вот, певцы, музыканты, да, они потом думают, я вот приеду, где я буду работать. Я бы с удовольствием работала в Осетии, но так как здесь почти мало, почти никаких возможностей. Если были какие-то условия, то молодежь, они считают свои учебные дни в Москве, я очень много с молодежью общаюсь, и по ним даю отмечают, что, ой, уже все, у нас каникулы, неужели я домой поеду? Вот, у нас тяга, все равно мы здесь встречаемся, договаривались, мы здесь встречаемся. Я думаю, нужно создавать условия. Условия. Как найти спонсоров в современном мире? Вот что нужно сделать? Тот же интернет или, я не знаю, как ты думаешь, вот что, как проявить себя, чтобы заполучить хороших спонсоров? Ну, сложный вопрос. Это тоже, так вам сказать, это тоже шоу-бизнес. То есть, нужны или должны быть богатые родители, я не знаю. Да, вот. Или должен, или кто-то, ну, сейчас не такое время, чтобы вкладывали в себя. Может, связи? Не знаю. Связи нужны, связи нужны, знакомства нужны, деньги большие нужны, чтобы прорваться на эту нишу. Ну, я как бы не страдаю, слава богу, есть, пою, и меня часто спрашивают, почему я в таком театре не пою. Я не люблю быть прикованной вот к одному месту, потому что я человек, постановка, которая, я как Форрест Гамп, из фильма «Герой», я должна постановить, сказать что-то новое, в каком-то направлении. А постановь ждать, когда мне дадут партию, там нужна агенда, агенду надо платить. Это очень серьезное дело, но я всегда вот говорю, что в Европе сейчас модно быть концертной певицей. Софина, Александра Софина уже концертирует. Ну, Сара Братьевна, я говорю, почему Василия должна быть тоже Сара Братьевна в лице меня. Вот, ну, в планах у меня есть, конечно, моя мечта. Вот сейчас после концерта я вплоть не буду заниматься вагнеровским репертуаром, еду в Питер. И вот в ближайшее время, ну, в скором времени хочу, конечно, проявить себя в этом направлении. И моя мечта была спеть с маэстро Гергиевна Вагнера. И потом я уже ухожу. Вот все так спланировали. Да, мы Вас не отпустим никуда. Расскажи, Ирина, где ты любишь отдыхать? Как отдыхаешь? Отдыхать. Я люблю вообще отдыхать одна. Я люблю, ну, как бы, хотя я с Тинком, у нас прекрасные горы, но они мне как-то придают, как сказать, какую-то строгость. Мне вот чуть-чуть как-то вот не скучновато, мне слишком одиноко, когда я в горах. Люблю природу очень. Лес, лесу, где птички поют, где зелень, где кузнечки, где вот сказочная аура, атмосфера. Тогда я отдыхаю. Ну, в море, наверное, тоже. На море, но это уже слишком. Финальный вопрос, который всем задаю. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на земле, с кем бы ты встретилась и что бы ты у него спросила? Ой, знаете, такой вопрос. Я бы хотела вернуть своих родителей, которых слишком рано я потеряла. Мы сейчас очень нужны, потому что когда человек без родителей, то себя считать очень одиноким. Вот. И как раз вот на пике вот становления моей карьеры я их вот не потеряла. Как бы такое. Очень такие переживания, наверное, и мне дают вот как-то петь хорошо драматические партии. То есть что-то вот, какой-то нерв, другие чувства появляются. А так, наверное, родители все равно. Их мне очень не хватает, потому что уже их нет уряда. Скорее всего, можно сказать, что это самый популярный ответ в нашей придаче. Ну что, я желаю вам удачи во всем, во всех начинаниях и чтобы все мечты избылись. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.